Всем привет! Вы на канале Secure UA в студии Андрей Евдокимов, утка Юлиан Дакслер. И мы пришли сюда сегодня, чтобы быстренько познакомить вас с новой железкой. Хотя нет, не железкой, корпус у него пластиковый. Познакомить вас с полупластмасской в линейке Uniview. Это у нас первопроходец под категорией кубические камеры. И модель предназначена для домашнего использования, в том числе автономного. Когда вы ставите в квартиру одну камеру, вставляете в нее SD-карточку и пишете на нее архив. Подключайтесь удаленно, когда есть интернет и желание. И не заморачивайтесь установкой НВР. Сфокусируйтесь, прильните к экрану, смотрите внимательно. Это не займет много времени. Пробежимся коротко по основным характеристикам. Узнаем, какие основные плюсы модели. Прежде всего, обращаю внимание на то, что эта камера беспроводная. Она поддерживает Wi-Fi. Вы при желании подключаете ее спокойно к домашней Wi-Fi сети, либо к офисной. Добавляете в приложь пару шагов настройки и камера готова к использованию. Чуть позже я покажу, как это сделать в этом ролике. Также есть стандартный разъем RJ45 для передачи видео проводным способом. Если вам так удобней, либо кажется надежней. Сразу обращаю внимание, питание на камеру по POE не передается. Подключение через блок питания и он идет в комплекте. И очень важно, запомните, камера питается от 5 вольт. Не стоит пытаться воткнуть завалявшийся дома стандартный 12-вольтовый блок питания, потому что камеры от этого летально поплохие. Следующая фишка. Встроенный микрофон и спикер. Соответственно, мы можем слушать, что у нас происходит на объекте и взаимодействовать в обратную сторону. Говорить. Сказать коту пару ласковых. Спеть песню для родственников. Передать привет Юлиану Дакслеру. В конце концов, активно противодействовать вторжению в холодильник сидящего на диете мужа. Сделать какое-то оповещение в офисе. Это дает нам встроенный спикер. Уже заявлял эту функцию в начале ролика. Камера оборудована слотом подключения для SD-карт. Поддерживаются microSD-карточки объемом до 128 гигов. С учетом того, что камера А. 2-мегапиксельная. Б. Поддерживает сжатие кодеком H.265. Мы можем посчитать, что архива на такую карточку можно накатать 5 непрерывных суток записи. Если включить настройку, разработанную Uniview под названием U-Code, можно писать еще дольше, до 11 дней. Логично, казалось бы, всегда сразу врубать U-Code и люто ужимать. Да, абсолютно верно. Но если вы используете камеру автономно, либо с родными Univiewшными режиками, это отличная идея. Но если вы будете подключать к регам сторонних производителей по протоколу Univ, тогда U-Code не активируйте. Он не стандартизирован, и рег с камерой друг друга не поймут. Раз уж мы коснулись этого, да, вы все правильно поняли, камера может работать в общей системе видеонаблюдения, логика подключения к регистраторам, сетевым хранилищам, сервакам, как у любой сетевой камеры бренда Uniview. По оптическому модулю я уже сказал, что это камера с разрешением матрицы 2 мегапикселя. Достаточно неплохая светочувствительность для бытовой камеры, 1 сотая люкса для съемки в цвете. Плюс есть подсветка ИК, которая способна покрыть зону перед камерой до 10 метров. Это стандартный офисный кабинет, комната квартиры не олигарха. Они вот с радостью примут эту камеру для исполнения ее функциональных обязанностей. Объектив у модели фиксированный, 2,8 мм. Это стандартный объектив для задач общего обзора. Матрица размером 1 дробь 2,9 дюйма. И вот это сочетание объектив размер матрицы дает нам на практике горизонтальный угол обзора 110 градусов. Понятно, что если мы установим камеру в некую точку, где у нас под уклом 90 градусов перпендикулярно сходятся стены, мы сможем обозревать все помещение. Затронув тему установки, я хотел бы сказать пару слов о креплении. Оно достаточно специфической конструкции, и я бы не назвал его универсальным. Мы плавно переходим к блоку распаковка камеры. Юлиан, извини, я тебя потревожу. Охраняй, пожалуйста, SD-карточку. Спасибо тебе, Юлиан. Распаковка. Собственно, что у нас в коробочке, кроме пенопласта, который охраняет камеры? Инструкция, конечно, эта штука полезная и поможет вам разобраться, как камера функционирует. У нас здесь, собственно, блочок питания, кабель USB, который подключается в блок питания, блок питания в розетку. Все вроде логично, просто. Дальше идет сама камера. Достаем ее и смотрим. О чем я говорил? Крепление камероса. Вот эта часть крепления, площадка и ножка, они фиксированы. То есть ножка не вращается. Все вращение, изгибы происходят за счет вот этой конструктивной части, вот этого шарика. Мы можем вращать блок, в котором установлены микросхемы, оптический модуль, объектив, вокруг своей оси и вертикальное, вверх-вниз. То есть фактически первая опция установки на горизонтальную поверхность. Дома вы поставили на стол, либо на полку и пользуйтесь камерой. Но если нам нужно установить на вертикальную поверхность, допустим, на стену, что делать тогда? Выглядит это будет вот так. Мы вешаем камеру, но не можем повернуть ее вправо-влево. Тут есть небольшая хитрость. Сейчас я вам ее покажу. В процессе установки из коробки выпало вот такое вот крепление. Это крепление. Собственно, шурупы для установки. Металлический медальон с двумя отверстиями. Да, важно обратить внимание, что в площадке монтажной самой камеры, в этой пластиковой части, нету отверстий для того, чтобы вставить саморезы, дюбеля. Но эти отверстия есть вот в этой части. Что это такое? Площадка монтажная, благодаря силе магнетизма, устанавливается на вот этот вот медальончик. Его, в свою очередь, вы устанавливаете на вертикальную, наклонную, неважно на какую поверхность. В принципе, можно и на стол прикрутить, чтобы наверняка. Наверное, не стоит так делать. В целом, когда вы установили вот эту штуку на поверхность, вы просто прищелкиваете к ней камеру. Она достаточно крепко держится. Нюанс. Опять же, какая разница, если мы установили вот так вот вертикально, не можем повернуть влево-вправо. Здесь у нас уже простор для кулибин. Если вы возьмете металлопрофиль, кусочек, которого, понятно, в этой коробочке нет, но вам нужно поиграться с углом установки, прикрепите его на стену и вторую часть будете изгибать под тем углом, который вам будет удобен для решения конкретной задачи, если такая ситуация сложится, вы точно так же можете использовать силу магнетизма и прицепить камеру в нужном для вас месте. Ну такая вот история. Мы возвращаемся к функциям аналитики и к технологическим возможностям камеры. Из аналитических плюсов камеросины. Кроме поддержки стандартной функции детекции движения, когда проц анализирует поток видео и выдает сработку, когда в кадре что-то просто изменилось. Пошевелилась ветка, вбежал мистер пес. Эта модель поддерживает нечто большее. Она поддерживает функцию детекции человеческого тела. То есть мы в состоянии отфильтровать события в архиве, на которых двигался именно представитель нашего вида. Так проще и архив прорабатывать постфактум в случае необходимости. И в целом это облегчает нагрузку на носитель информации, потому что мы можем настроить запись таким образом, чтобы сохранялись только те фрагменты, в которых присутствовали люди. Плюс к этому, из смарт-функций камера поддерживает детекцию аудио. Все благодаря микрофону. Мы анализируем звуковой фон помещения и при превышении какого-то порога событие фиксируется как тревожное. Соответственно, мы можем настроить реакцию камеры на него нужным нам образом. Начать запись, прислать тревожное оповещение и так далее. Сейчас будет обещанная демонстрация подключения. Убедитесь, что все происходит достаточно просто, легко и ненапряжненько. Подключение. Собственно, чтобы подключить камеру к приложению, нам для начала нужно само это приложение установить. Окей, это вообще не проблема. Мы берем коробочку. Здесь напечатан QR-код с подписью EZ Live. Это приложение, облегченное для видеомониторинга от Uniview. Переходим по QR-коду, скачиваем прилож, регистрируемся в нем. В принципе, там достаточно понятные и привычные для всех нас, современных людей, действия. Устанавливаем это приложение. У меня, так как я с Uniview уже не первый день, приложение это установлено. Я просто перехожу к нему. EZ Live. Открываю. Здесь список подключенных мной камер. Я хочу подключить новую. Собственно, для того, чтобы это сделать, мне, конечно, сначала, наверное, надо подключить ее к сети питания. Чтобы она вообще заработала. Делаем это, да, вот так вот мы подключаем блочок в розетку. Внизу разъем microUSB. Окей. Воткнули. Камера начинает загружаться. То есть, пока горит красная лампочка, она не в активном режиме. Сейчас сверху начнет мигать голубой огонек. Это значит, что камера готова к подключению. И она нам об этом человеческим голосом скажет. Немножко подождем. Та-рам-пам-пам. Шел третий час. Добро пожаловать. Еще немножко дадим ей времени подгрузиться. Простыми словами, готова к настройке. Добавьте камеру в мобильном клиенте. В программе EZ Live. Отлично, хорошо. Мы нажимаем в правом верхнем углу кнопочку плюс. И выбираем пункт Add Wi-Fi Device. Это у нас Wi-Fi камера. Так будет проще. Окей, все проверили. Камера готова к подключению. Активировали чекбокс. Нажимаем следующее. Здесь мы присваиваем камере имя. Назовем ее кубик. Пусть будет так. Выбираем сетку работающую Wi-Fi на объекте. У меня выбрано. Пароль вводим. От этой сети тоже вроде понятно. Дальше просит ввести код регистрации. Вручную вводить не рекомендую. Это гигантская цифрово-буквенная абракадабра. Мы можем нажать пиктограмму, сканировать QR-код. И, собственно, упростить себе задачу. Этот QR-код расположен на подложке установочной платформы. На ножке камеры. Вот он здесь у нас внизу. И мы, собственно, легко и быстро сканируем. Получаем этот код регистрации. Вот, вы видите, долго бы пришлось руками вводить. Собственно, у нас, в принципе, все готово. И мы нажимаем кнопку Connect Automatically. Подключиться легко автоматически. Что происходит? У нас, получается, для подключения к девайсу, камера регистрирует, регистрирует. Генерирует временную Wi-Fi-сеточку. Мы, окей, подключаемся к ней. Нас все устраивает. И начинает происходить подключение. Ну, в принципе, все. Вот, пожалуйста. Подождали. И камера у нас отобразилась онлайн. Все прекрасно. Небольшая буферизация. И сейчас мы будем получать онлайн-картинку с этой маленькой прекрасной работяшки. Мы готовы стримить. Батюшки, кто это? Да это же я. Ну, собственно, вот, как бы, камера работает. Приложение подтянуло видеопоток. Дальше вы можете работать с архивом, да. Ну, для этого устанавливаете в камеру SD-карточку, напоминаюсь. И осуществляете записи. Настраивать картинку и так далее. То есть, с возможностями приложения вы ознакомитесь уже в самом приложении. Напомню, что EZ Live это базовая версия приложения для видеомониторинга. Есть приложение посложнее, с более глубокой настройкой подключенных девайсов. Это приложение называется EZ View. Вы тоже можете им пользоваться. Вот, собственно, мы закончили историю с настройкой. Надеюсь, это действительно было быстро и легко и понятно. И вы будете пользоваться, радоваться. Все будет у вас хорошо. Спасибо за внимание. Эти камеросики ждут своих новых хозяев на сайте Secure.ua. Мы отдаем их за деньги в хорошие руки. Пишите, звоните и потом с удовольствием пользуйтесь. А с вами был Андрей Евдокимов, утка Юлиан Дакслер и, конечно же, новиночка от Univu. Спасибо вам за время, которое вы нам удивили. И цените свою безопасность.